Вы знаете, как научить ребёнка играть на скрипке, чтобы отец и мать? Как могут научить, отец или мать, если они сами не умеют играть? Возьмут скрипку – да не так! Возьмут смычок – да совсем не эдак! Начнут, если проведут – там ужас один скрип! Да неужели можно научить ребёнка молиться, не умея самим молиться? Вот в чём беда-то! Когда мы молимся? Только когда у нас болячка какая-нибудь скочит! Тогда мы – ой, Господи, исцели! О чём молимся? Посмотрите, что я видел как-то фильм, ну, фрагментик фильма о Матроне. Все до одного свидетели выступают – ой, я был покалечен, я сомал ногу, я был при смерти, я был у меня то-то и всё-таки. А о чём говорят? Нет! Никто не сказал, ни один, что я сгорал от зависти, а обратился – и у меня как рукой сняло ни одного! Да вы что? Какая зависть! Какое осуждение! Какое тщеславие! Какая гордость! Что вы? Об этом люди идут? Да? Нет! Это, Господи, нам не нужно! Мы святые! А вот у меня печёнка болит, селезёнка болит – вот это да! Тут я побегу к кому угодно! У Матроны? Пожалуйста, Матроны! Колдун? Пойду к колдуну! Вы слышите? Так и здесь! Так и здесь! Если мы сами не научимся молиться, никогда мы не научим ребёнка! Будем её так же молить, сыночек, чтобы тебе быть лидером! Да, чтобы у тебя были пятёрки! И подумайте, ужас какой! Да, чтобы ты был лучшим! И так далее! А лучшим что значит? Лучше, чем другие! Ух, как мы ради... Как Бог радуется, что наш ребёнок будет ведь пронизан тщеславием! Называются православные! Какой ужас! Какой ужас! Конечно, мы не научим! А если научим так молиться, то да и избавит Бог! Так молились все язычники! Так все язычники молились! Только о земных благах! А святые говорят... Не только святые, церковь говорит, что мы должны верить, что всё, что с нами происходит, это и самое лучшее! Но! Как это понимать? Если я шёл и упал в грязную лужу, и лучшее, что я должен лежать теперь в ней? Ну, нет, не должен, конечно! Должен встать и начать что-то такое отряхиваться! Так и здесь! Что-то с тобой происходит? Да, это лучшее на данный момент! Ты должен опомниться! Господи! Так что же такое-то со мной происходит? Каяться нужно! Какие врачебные меры принимать? Пожалуйста! Это совсем никакого греха нет! Но должны обратить на что внимание? Не исцели меня, Господи! А сказать, Господи, благодарю Тебя, да будет Твоя воля! Я осознаю, что я достойно и по делам моим получил! Помилуй меня! Прости меня! Вот о чём надо молиться! А не о том, чтобы моя селезёнка стала здоровой! У нас всё наоборот! Всё наоборот! Вместо того, чтобы действительно, Господи, прости меня, я действительно достойно и по делам моим получил! И тогда Господь действительно помилует и поможет! А мы – нет! Нет! Грехи – это ладно, чепуха! Да и никаких грехов-то у меня особых нет! Он хуже меня там полно! А мне селезёнку мою исцели, Господи! Во что бы то ни стало! Вот тогда мы научим детей молиться, что они действительно хуже нас будут в десять крат! Молитва только истинная та, которая сопринощена с покаянием в грехах! Вот ещё! Молитва без внимания – вычитывание молитв – это магия, а не молитва! Не смешивайте, пожалуйста! Все язычники читали всякие молитвы! Там неважно было, как! Главное, что прочитать! И когда прочитать! И у нас тоже так! Ой, какую молитву надо читать! Вот в уши стреляет! Господи, Боже мой! Какую молитву! Какому святому нужно молиться? Пятка зачесалась! Ну, подумайте только! Классическое язычество! Но человек носит православный крестик! Ай-яй-яй! Да, научить детей молиться – это великое благо! Но для этого надо действительно учить и говорить! Вот ты прочти! Вот ты видишь, вот маленькая молитва! Богородица, Деву, радуйся! Прочти с вниманием, не рассеиваясь! Рассеялся? Давай ещё раз! Или молитва Иисусова хотя бы краткой! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня! Ну, давай! Давай! Да, вместе давай! Не рассеиваясь вместе! Вот как можно! То есть учиться самим и уча детей совершать молитву с вниманием и покаянием! Тогда мы научим!